Привет всем, вы на музыкальном канале World of MP, и сегодня у нас будет видео, под какую музыку лучше всего заниматься в зале, а также бегать. Я думаю, что каждый из вас хоть раз в жизни посещал тренажерный зал, там, например, потаскать железо, побегать на дорожке, или там посмотреть на девчонок в лосинах. Я просто уверен, что половина из вас была дико недовольна той музыкальной вакханалией, которая происходит в тренажерном зале. Ты вроде бы как бы идешь в зал, а приходишь на какой-то казантип. Я веду к тому, что во многих тренажерных залах отсутствует та самая музыкальная традиция, которая вообще не ассоциируется с занятием спортом. Это их личное право, я как бы не осуждаю, но все же традиции есть традиции. Вы же когда приходите повисеть в бар, вы же там не слышите музыку в стиле этно, например, там, украинская, или русская народная музыка, или, например, какой-то вообще блюз. И это правильно, ибо данная музыка не подходит никаким образом к данному типу заведений. То есть народ туда приходит что делать? Побухать, потусоваться, потанцевать, но явно не наслаждаться этнической музыкой или каким-то блюзцом. Поэтому каждый по тип музыки и должен создавать ту самую атмосферу для нужного места. Также еще хочу вам напомнить, что у нас есть платформы, на которых выходят эксклюзивные видео, почаще, чем на основном канале. Там уже их собралось что-то около 40 штук. Поэтому переходите по ссылкам в описании, а также становитесь спонсором нашего ютуб-канала. Там также выходят эти видео. Это также и касается тренажерных залов. То есть ты приходишь, а там что играет чаще всего? Дабстеп, клубняк, рэп. Лучшую музыку прям для мотивации не придумать. И на это есть ответ, почему играет такая музыка. Контингент зала. Как мне рассказывали, лет 20 назад аудитория не была такой разношерстной. И, соответственно, все держалось в рамках традиций. А сейчас в зале можно встретить кого захочешь. Инстателочек, фриков, ну и даже и меня. Еще одно такое интересное наблюдение, что занятие в хорошем фитнес-клубе, это имеет какой-то элемент лакшери. Особенно для девушек. И, соответственно, они туда приходят явно не заниматься, а просто фотографироваться и таранить понты. Я все подвожу к тому, что аудитория стала настолько разношерстной, что именно такая музыка и стала обыденной в залах. И, соответственно, администрация зала и подстраивается под всех этих людей. А что лично касается меня, я, конечно же, не снобист, но все же, когда иногда я заходил в зал и слышал, что играет какой-то там дабстеп или одовейший рэп, у меня прям пропадало желание вообще там находиться или вообще заниматься. Появляется такое впечатление, что как будто приехал на какой-то казантип и сейчас тебе на ресепшене выдадут какие-то таблеточки, чтобы было еще веселее там, да? Кстати, интересный факт. Я общался на эту тему с двумя владельцами зала. Один из Украины, город Сумы, Гриф, а второй из Венгрии, Фокс Джим. И они мне оба честно сказали, что да, они знают, что эта музыка не особо подходит для занятий в зале, но все же аудитория такая и нужна такая музыка. Был один забавный случай, меня спросили, как мне зал, как атмосфера или уютно мне. Я говорю, все классно, но вот музыка, конечно, оставляет лучшего. И знаете что, мне дают пульт? На, включи свою музыку, раз тебе так важно. Ну а что я, откажусь? Нет, конечно. И я включил Morbid Angel Maze of Torment. Когда в этой песне начались босс-биты, они поняли, что допустили очень огромную ошибку. И там рядом еще занималось человек 15, и все они выпали в ступор. И все коллективно, вежливо попросили выключить. Ну че, блин, бывает, не вывезли. А сейчас вы подумаете, что мне мешало заниматься, например, с телефоном или плеером, чтобы слушать свою музыку. А все банально и просто. Я занимался с тренером. Соответственно, мне нужно его слышать и слушать. Хотя первых 15 минут тренировки у меня всегда проходили с плеером на беговой дорожке. Ну там же ж не надо никого слушать. Также еще недолгое время занимался в одном маленьком зале. И ты там был сам себе диджей. Кто первый пришел своим девайсом, подключил, все и слушают его музыку. Человек закончил тренировку, уходит, приходит другой и включает свою. Там было то хорошо, то совсем плохо. Особенно, когда кто-то включал какой-то андеграундный китайский рэп. А для кого-то было очень плохо, когда я включал первый альбом Конфессора или, например, Минотавра немецкого. Некоторое время я занимался в одном зале, так там вообще было все шикарно. Заходишь, играет Мановар, Драгон Форс, Мегадесс. И это все при том, что этот тренер включал. Как бы это банально не звучало, но боевой дух и желание заниматься повышалось. Хотя самое забавное, что зал был, конечно же, из разряда рука-лицо. То есть такой себе зал по хардкору и не было никаких инстасамочек и другой лакшери свиты. Там почти вся аудитория была, какие-то мужики за 40, такие дяденьки пузатые. Но приходили, там штанги тягали, гантели. И вот вам, наверное, самое удачное сравнение по поводу контингента и музыки. Я думаю, вы понимаете, что если музыка будет совсем кринжовая и посетители будут сходить с ума, соответственно, кто-то пойдет и попросит администрацию или тренера ее сменить. А если ничего не меняет, значит устраивает. А теперь главный вопрос, что же нам делать, если музыка в зале вам не нравится? У нас есть два варианта. Один очень малоэффективный, а второй более затратный. Первый вариант это подойти к тренеру или администратору, который диджеет музыкой, и сказать, э, что тут уныло так, давайте на какой-то Dark Angel, Slayer включите. И они вам ответят примерно такое. Ну ты и долбоеб, братишка. Кто этого говноря вообще привел? Второй самый адекватный вариант иметь какой-то девайс, телефон или плеер, ну и, конечно же, наушники. И теперь мы подходим к самой кульминации ролика. А что же там слушать? Я специально для вас приготовил два плейлиста. Один для занятия железом, а второй для бега. В каждом из этих плейлистов по 20 песен, то есть материала больше, чем на час. Плейлист для железа я специально выбирал такие песни, у которых есть средняя темповость, акцентированность и, конечно же, драйв. Я думаю, вы понимаете, что под атеист или горгат будет очень сложно заниматься, потому что музыка для железа должна быть размеренной и кочевой. Вот поэтому в данном плейлисте вы сможете найти Bolt Rover, Protector, Obituary, Accept. Данный плейлист пару дней назад я лично проверил на себе. И знаете что? Я остался в восторге. Я, кстати, специально в него не включал ACDC, Manowar, Metallica, Iron Maiden. У вас и так будет шанс это услышать в зале. А что касается плейлиста для бега, я специально выбирал такие песни, чтобы они были прям в режиме нон-стоп. Там вы сможете найти Saddus, Pestilence, Atheist, Holy Moses. Ну и, конечно же, пару дней назад я также обкатал на себе данный плейлист. Я хочу вам сказать, что данный плейлист у меня вызвал эффект обложки Pestilence Conceiling Impulse с муравьями. И еще добавлю, что когда я слышу эти песни, я полностью не чувствую боль и усталость. Но какая же боль и усталость может быть с Demolution Hammer? Я искренне надеюсь, что данные плейлисты смогут сделать ваши тренировки более эффективнее, а также атмосфернее. А вы, конечно же, в комментариях можете отписать, под какую музыку вы любите заниматься в зале или вообще на улице бегать. Ну и вообще, как вы относитесь к тому, что в залах играет музыка не по уставу. Всем спасибо за просмотр. Если понравилось видео, ставим большой пальцем. Также не забываем подписываться на канал и нажимать на колокольчик, для того, чтобы не пропускать новые видео. А также в описании есть ссылки на наши соцсети. Подписывайтесь, мы вас там ждем. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok